За первое место сражались спортсменки из Анапы и Курганинска. Всю игру команды шли практически наравне, но в последней партии анапчанки смогли выхватить победу у соперниц. Полина Братькова занимается в спортивной школе «Олимп» уже 5 лет. Говорит, что тренировки были очень тяжелыми, но в полной мере себя оправдали. Счастье, радость и какой-то более... Ну, почувствовала, что мы дружная очень команда. Мы, если честно, боялись даже их немного, а потом разыгрались и все. Первенство проходило в два этапа для разных возрастных групп. Всего в нем приняли участие 25 команд. Анапу представили волейболистки из спортивных школ «Виктории» и «Олимпа». Тренеры отмечают высокий уровень спортивной подготовки в городе. Спортсменки «Олимпа» уже становились чемпионками в 2004 году, и это далеко не единственное их достижение. Волейболом, слава богу, хорошо, особенно с женским. Уровень очень высокий, поэтому у нас, получается, здесь все мероприятия проводятся спортивные, и мы всегда в лидерах на этих мероприятиях. То есть по достоинству. Видите, какая борьба была, напряженнейшая. Тут судейство самого хорошего уровня, и девочки готовы великолепно. Игры первенства профсоюзов России по волейболу Анапа принимает девятый раз. Организаторы намерены и дальше проводить их на курорте. Во-первых, это престиж, что в городе Анапе проводятся всероссийские соревнования. Это раз. Потом это агитация развития волейбола. Потом у вас была команда мастеров, женская, которая играла в чемпионате России, но, к сожалению, из-за финансирования ей пришлось прекратить свою деятельность. А так всегда Анапа была кузнецей подготовки наших кадров. У команды «Олимп» уже расписаны планы на ближайшее время. Менее чем через месяц спортсменки будут защищать честь страны на первенстве Европы среди молодежных команд по пляжному волейболу. Совсем недавно администрация предоставила их школе в поселке Виноградный отремонтированный спортивный зал. В обновленном зале они начнут готовиться к чемпионату мира. А если девушки покажут хорошие результаты, через год примут участие в Олимпийских играх в Аргентине. Субтитры создавал DimaTorzok